Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе Курорти Анапа. Находимся мы на новой набережной на берегу моря. Сегодня мы прогуляемся и туда вниз, и самое главное, для чего мы здесь собрались, я вам хочу рассказать про вот этот дом, который находится здесь на углу, и на втором этаже, вот прям вот эта вот квартира, продается. Вы ее можете прикупить, причем гораздо дешевле, чем соседним построенным на 30%. Это супер предложение, воспользуйтесь им, приезжайте в Анапу, переезжайте в Анапу. У вас, смоткоряки, у кого цели и задачи, квартира очень хорошая, только что оттуда, ну, а вас туда приглашаю. С левой стороны находится ресторан утесов, также там есть разнообразные спа-комплексы и круглогодичный бассейн. Сзади дома находится самое шикарное место, это Ореховая роща. Сам дом бизнес-класса расположен на первой береговой линии, думаю, что здесь уже никто не поспорит, что дом действительно у моря, и квартира продается реально у моря. Самый престижный район притягивает тем, что перед нами здесь нет никаких абсолютно дорог, только пешеходная зона и дальше уже морское побережье. Плюс наличие Ореховой рощи рядышком для шикарных прогулок и времяпровождения в тени деревьев. За домом имеется своя парковка. Вот она парковка дома, а здесь вход непосредственно в Ореховую рощу. У нас недавно здесь заменили скамеечки, поставили бесплатные туалеты. Конечно же, лучше на нее смотреть непосредственно, когда здесь зелени очень много, потому что орехи дают свой шарм этому месту, плюс огромное цветение роз. Сейчас рощу уже привели в порядок, недавно прошел субботничек, и выглядит она просто великолепно даже в зимнее время, потому что огромное количество хвойных растений дают к морскому воздуху свой плюс и бонус для здоровья, видя всех этих пектинов, которые будут вам полезны. Сам вход дома оборудованным пандусом и лестницей. Сам дом со внутренним двориком. Здесь есть лифт, но нам он не нужен, потому что мы поднимаемся по лестнице сюда на второй этаж и заходим в квартиру. Также здесь имеется консьержа, и внизу вы можете оставить какие-то свои велосипеды, коляски. Дверь такая очень массивная, хорошая, добротная. И заходим в квартиру. Квартира у нас 90 квадратных метров. На входе у нас стоят шкафы до потолка, в которых вы можете хранить свою одежду. Они, причем, знаете, не такие узкие, а рассчитаны полностью. Видите, на мои широкие плечи мои вещи висят вполне себе удобно. Шкафчиков здесь, причем, очень много, и мебель здесь очень хорошего качества. Сама квартира за счет южного расположения очень уютная и теплая. А также здесь достаточно света без освещения. Я включаю свет, чтобы вы видели во всей красе, потому что здесь все продумано. Можете увидеть, что двери со стеклами, чтобы без включения внешнего света днем здесь света хватало. В этой квартире вы не увидите натяжных потолков, потому что везде гексокартон, красивый багет на стенах. Венецианка очень красиво, качественно сделана. Можете увидеть, все подведено. И также вот такие вот декоры, которые украшают стены в коридоре. Смотрится это очень симпатично, попадаешь, как будто в какую-то галерею. Мебель выполнена вся фирмой Британик и сделана в одном стиле. Вместе с дверьми это все очень хорошо сочетается. В коридоре также имеется мудуарный столик с подсветкой. Все в одном стиле. Сам коридор у нас 16,2 квадратных метра. Здесь на полу ламинат, который уходит у нас все комнаты одним контуром. Вход в санузел. В санузеле несколько вариантов подсветки. То есть полный свет. Отключаем вот такой вот очень красивый, ароматический, чтобы с утра не резал глаза. И здесь душевая кабинка. Очень большая, с тропическим душем, обычной лейкой. Есть вот такая вот огромная просто раковина, зеркало с подсветкой. Отдельно стоящий шкафчик. Также здесь у нас инсталляция сделана. И есть душ гигиенический. Также электрический полотенцесушитель. То есть уже все продумано за вас. Как это будет вам удобно и хорошо отдельно. Вы можете увидеть, что есть полотенцесушитель. Площадь санузла 4,3 квадратных метра. Следующая дверь это сердце любой квартиры. Кухня. Но честно, только не этой. Вы увидите дальше почему. Кухня у нас 21,7 квадратных метров. Это просто волшебно. Как ты заходишь сюда и видишь вот такую вот фантастику. Замирает дух просто. Ну шикарно все смотрится. Кстати, из каждого окна здесь видно море. Я вам это покажу. А вот сердцем именно этой кухни является этот стол. За которым в таком состоянии может усесться 6 человек. Чтобы обсудить что-нибудь или покушать. Стульчики красивейшие. Тоже все в том этой мебели. Здесь у нас имеется встроенный холодильник фирмы Hansa. Также есть большая вытяжка, газовая плита, духовка горения. Очень симпатично оформленный фартук. Раковина угловая. Но при этом за счет вот этого модуля очень удобно к ней подходить. А также стиральная машинка Candy на 8 килограмм. Сплит-система также на кухне имеется. Она вот там вот спрятана. Есть вторая зона для отдыха. Вот на таком симпатичном диванчике. Здесь у нас находится зона для сушки ваших вещей. Которая закрыта вот так вот симпатично дверцами. То есть пространство очень большое. Все вещи сюда помещаются. И будут очень хорошо у вас рассушиваться. Отдельно можно включить даже вытяжку отсюда. Но самое главное хочется показать, что тут действительно с каждого окошка есть вид на море. Пожалуйста. А за счет того, что у нас здесь нету рядышком никаких дорог, то вам можно всегда кушать с ароматом моря. Открыли окно и наслаждайтесь его шумом. Мне еще очень понравилась необычная подсветка сверху. Вот в виде таких фресок она включается. И ночью здесь будет очень красиво. Идем в следующую комнату. Сейчас это детская комната. Рассчитан на двух детей. Площадью 16,3 квадратных метра. При входе вот такой детский столик, кроватка. И вот такая симпатичная фотография. Ну вы туда разместите фото уже своих детей. Подсветка выполнена в виде таких вот шариков на потолке. С левой стороны у нас есть рабочий стол. Также телевизор и шкаф для хранения вещей. Пол у нас также одним контуром ламинатом перетекает сюда. Место очень красивое. Кстати, здесь видите тумбочка со своим собственным торшером, подсветкой. И с этой стороны торши. Это уже девичья зона. Есть сплит-система, которая дует непосредственно в стену. А между ними такое вот окошко пространства, чтобы свет попадал. Очень много интересных интерьерных решений здесь увидел, которые обыграны. Ну а самое главное, повторяю, тут с каждого окошка море видно. Причем немножко. То есть ты выходишь и смотришь, как здесь красиво и хорошо на море. Летом в Анафе. Фантастика. Сейчас, причем не лето, но солнышко сегодня греет уже действительно по-весеннему. Давайте пройдем в сердце этой квартиры. Вы посмотрите, насколько я был прав. А может быть нет. Напишите обязательно в комментариях. Просто мы сейчас пойдем в гостиную. Открываем дверь. И здесь просто вау. Какое огромное пространство. Я, честно, не представлял, что такие вообще возможно. Здесь можно посередине установить стол. И площадь этой комнаты 31,2 квадратных метра. Здесь есть у нас вот такой вот шикарный торшер. Вся комната в честь того, что тут, как вы понимаете, за шторами спрятан шикарнейший вид на море. Оформлены стены в голубых тонах. Подвесной потолок, гипсокартон. Несколько ярусов исполнен. И посередине великолепная люстра. Также имеются торшеры по стенам, чтобы отключить основной свет и включить более такой интимный. С правой стороны здесь имеется встроенный телевизор и камин. Камин включается. Он электрический с подогревом. Можно включить пощелкивание как от огня. И получать просто нереальнейшее удовольствие. Либо просто от расслабления. Ну или мы отодвигаем шторы. И видим действительно невероятную картинку, которая здесь открывается. Вы можете отметить, что допустим солнышко может сильно светить и мешать. То здесь предусмотрены рулонные шторы, которые спасут вас от этого воздействия. И посмотрите просто, что здесь происходит, ребята. У вас бонусом шикарнейшая набережная. Самое красивое место сейчас в Анапе, которое является паломничеством огромного количества людей. И каждый день вы будете смотреть на закаты абсолютно бесплатно. Внизу вот отсюда мы видим детскую площадку с качельками. С левой стороны ресторан вышли, захотели, поели. Также разнообразные услуги спа и бассейн круглогодичный подогреваемый. Так что, друзья, место нереально шикарное. Осталось вам показать только, как здесь к морю пойти, какая там снизу водичка. Хотя отсюда вы, думаю, уже все видите. Есть возможность, я вам предлагаю представить. Ну понятно, что вот эти надписи уберутся. Вот вы такие сидите и смотрите на море. Офигеть. Открываешь окошко и с запахом моря на своем собственном диванчике у вас тут лежак. Слушайте, я говорил, здесь стол поставить можно, ребят. Здесь можно поставить шезлонги и загорать. Вы посмотрите, сколько места. Не хватает вот так вот трамплина для прыжка в море. Ну а с правой стороны камин. Да, квартира мечты. Стоимость данного варианта проживания в Анапе 23 миллиона рублей. Можно сказать, что вау, как это дорого. Вот сравнение. Я живу в ЖК времена года. Он находится в трех километрах от моря. Гораздо дальше, чем здесь. И стоимость там, моей квартиры в 58 квадратов, порядка 10 миллионов плюс. Можете посмотреть в интернете и сравнить. Но здесь квартира практически в два раза больше. Вот вам сумма. И здесь вид на море. Ладно. Пишите в комментариях, дорого или нет. Мне будет очень интересно услышать вас ответ. Но сейчас сидим, смотрим на море, слушаем звуки его. И наслаждаемся этим видом. Вообще просто. Я хочу убрать эти самые наклейки и получать, наверное, самый максимальный вид удовольствия от того, что здесь происходит. Я даже не хочу себе, хочу вот так вот лежать. Вообще. Вот там у тебя море. Не, ну до самого... Я вообще был, знаете, вот просыпался с утра, открывал бы окошко и говорил, дорогие друзья, сегодня у нас вот такая погода на море. Вечером открывал бы окошко и говорил, друзья, смотрите, какой шикарный закат в Анапе. Сделал бы вам пару фото, это вот для ленивого блогера квартиры. Ну, как говорится, мечтать не вредно, вредно не мечтать. Как сегодня еще и красиво, друзья. Сегодня, кстати, последний, самый прохладный день в Анапе. И, собственно, потом будет только классно и хорошо. Вот так вот выглядит сам лифт. И во дворе очень много разнообразных растений. Сидят здесь вот, расположена консьержская. Тут люди оставляют свои велосипеды. Также перед входом расположены именно почтовые ящики. Квартиру посмотрели, теперь давайте прогуляемся к морю. Я вам покажу самое красивое и притягательное место в Анапе. Новая набережная. Шикарно смотрится. Сейчас сюда все приезжают делать себе самые фантастические фотографии в Анапе. Чтобы потом понтоваться ими в своих соцсетях. То есть у нас есть велодорожка, высаживают зелень, неровное количество. Скамеечек, которых здесь уже поставили. Виды здесь действительно шикарные, стоит, чтобы их сделать и поделиться ими. Вот эти лавочки – это самые красивые и лучшие места для того, чтобы наблюдать все наши рассветы и закаты каждый день на море. Взяли кофе, сели и все. То есть вы бонусом к своей квартире вот так вот получаете здесь неограниченное, классное место для того, чтобы отдыхать и наслаждаться, и получать максимум удовольствия от всего этого. В ту сторону можно прогуляться на самые красивые видовые площадки города Анапе. Это 800 ступеней, 300 ступеней, а также на Ласточкино гнезда. Это все было шикарно прогулка по горам. В эту сторону мы пройдем сейчас и спустимся к морю. Здесь оно довольно-таки близко. Вот в этом ЖК, который еще не достроен, квартиры будут от 340 тысяч за квадратный метр. То есть можете сравнить ценники с тем, что мы посмотрели, и то, что вам будут предлагать в дальнейшем. Здесь вы можете увидеть, что у нас высаживают вечно зеленые растения. Самое главное, чтобы не принялись, их не забывали поливать, и можно было бы гордиться этими местами. Ну, а здесь просто великолепный спуск на второй ярус набережной. Еще бы хотелось, конечно, чтобы отсюда и вниз появились ступеньки. Второе место для того, чтобы получать удовольствие. И не забывайте о том, что я вам сказал, что здесь есть какая-то инфраструктура рядышком Ореховая роща, рядышком Пятерочки магниты, магазинчики, там спа-салоны, а также можно купаться круглодично в бассейне. То есть вся инфраструктура здесь подтянута. Ну, и здесь уже не ведется строительство, там внутренние небольшие отделочные работы, и только улучшается набережная. Мы проходим, кстати, мимо второго места для шикарного обзора на закаты и рассветы города Куровта-Анапа, если их искать на море. Сегодня 2 марта, 9.3, когда солнышко заходит, немножко прохладно становится, когда солнышко выходит, просто шикарная весна. В общем, качели начались такие весенние между погодой, борется зима с весной, надеемся, что скоро победит. Смотрите, есть собственный участок полиции, который находится здесь на набережной. Представьте, такие через несколько лет мы идем, у нас вся набережная именно такая, самая шикарная и красивая в городе Анапа. Хотелось бы вам такого, я об этом просто мечтаю, хотя даже о куске вот такой вот набережной я не мечтал. Кофешечка работала, ее сейчас перестраивают. А в этом месте мы получили шикарную кофейню, тоже с хорошими видами на море. Можно посидеть и на улице, и внутри, а также здесь туалет находится. Также сделали рядышком здесь шикарную парковочку, залили бетоном. Хотелось, конечно, чтобы таких парковок в Анапе, особенно бесплатных, было побольше и желательно на несколько ярусов, потому что место здесь найти довольно-таки сложно, особенно вечером сюда собирается, наверное, весь город. А также вот детская площадка, которую сейчас обсаживают тоже зеленью по кругу. Мне тут начали высказывать, что тебе нравится, не нравится, площадь мне нравится, офигенная, классная детская площадка. Моя дочка приходила, покаталась на всех качельках. Шикарное место. Здесь кафе Парус. С этой стороны перестроили кафе Шатер, запустили уже первый этаж, и благодаря им у нас появился еще один кусочек на шикарнейшем набережной. А вот здесь у нас идет уже спуск к морю, который называется спуск 40 лет Победы. Ну, а это улица 40 лет. Сюда вы можете приехать на адрес 1. Обязательным действием мне надо подойти здесь к набережной, потому что здесь у нас ее сделали стеклянной. Выглядит это, по крайней мере, до сих пор вызывает вау-эффект. Вот, если кому сказать на видео, что это не Анапа, а какое-то другое место, я уверен, что поверит полностью. Но когда смотришь на вот этот парапет, так сказать, грустинка немножко, в голове происходит там. Дальше у нас можно прогуляться на маяк, продышаться. Ну и вот оно, наше с вами любимое морюшко. А снизу, кстати, есть беседочки, в которых можно посидеть, пожарить чашлычок, арендовав их. Либо пойти вот по огромному количеству нашего берега и в каких-то других местах насладиться этим действием абсолютно бесплатно. Самое главное, соблюдайте чистоту, наводите за собой порядок. Как вас зовут? Меня Ирина зовут. Меня Анна. Откуда вы? Мы с Красноярска. На отдыхе или живете? Приехали, прижиться. Слушая ваши видосики. Большой респект за гуманитарку вам. От души. Да, вообще, мы уважаем. Сейчас идем обсуждают постоянно. Спасибо, девочки. Еще с вами ездили в Новороссийск на данный праздник хамсы. Вообще класс. И там и ваши фанаты. Я очень рад. Вам хорошего у нас приживания. Пускай все получится. Всего хорошего. До свидания. Вот такие вот шикарные кадры можно сделать. Ну и в набережной, повторяю, здесь можно прогуляться. Либо сесть в кафе-шаттер и наслаждаться этим видом. Хотите на улице, хотите внутри. Вид от этого не хуже, друзья. И еще раз вот благодарю за широкую набережную. За возможную спуск. Единственное, что для маломобильных граждан здесь будет спуститься невозможно. Обходите с той стороны и спускайтесь через спуск 40 лет победы. Здесь немножко пустующее место. Сюда бы администрация добавила бы еще деревьев. Было бы совершенно шикарно. Я всегда, когда иду, не советую, конечно, этого делать. Подходить к обрыву. Потому что хочется, чтобы они все были у нас ограничены. Но я всегда вот сюда подхожу. Мне почему-то кажется, что здесь самые красивые виды. Вот как раз таки на каменистый обрыв. Туда дальше на маяк, на море видно. Видите, сделал Благовещенскую. И поворачиваем голову сюда. Раньше этого здания не было. Ну и сейчас там, в принципе, мы видим и Большого Трища, Юрина, гору. То есть очень хорошие, классные виды отсюда. Здесь у нас появились кофейни. Кофе. Ходдог за 300 рублей предлагают выпить. Кофейня. Красиво, кстати, смотрится. А здесь появилась такая вот полоса препятствий. Недавно здесь проводилось опять соревнование между детками. То есть очень хорошо. Поставьте, пожалуйста, администрацию нашим дорогим жителям возраста в городе Курах-Тианапа. Несколько тренажеров. Тем более место здесь позволяет, чтобы они могли тоже там заниматься чем-то. И тогда эта площадка станет их тоже любимой. Потому что здесь она, в принципе, вся на молодежь рассчитана. Чтобы дети непосредственно себя прокачивали, устраивали разные полосы препятствий, преодолевали их. Ну а нашим дорогим жителям хочется тоже как-то участвовать. Тем, кто не имеет таких физических способностей. Здесь есть такая вот сцена. Очень красивая. Можно просто прийти, сесть на деревяшки, сидеть, лежать и на море смотреть. Все под видеонаблюдением. И также имеются шикарные вот такие вот лавочки, на которых можно также наблюдать наши самые лучшие закаты. Ну, мне кажется, тут надо записываться заранее в очередь. Вот здесь вот есть еще одно место. Не хватает еще одной такой шикарной качельки. Администрация, посодействуйте, пожалуйста. Мусорки стоят. Все чистенько, красивенько и выглядит дорого-богато. Я еще раз говорю, постепенно перестаешь узнавать Анапу. Разрушенную, неумытую, некрасивую. А здесь она становится прям великолепной. Единственное, побольше зелени. Тогда это будет наша синелка зеленая. Всеми-семи любимая Анапа. Вот здесь нам совсем немножко остается, и мы уже у моря. Такой вот сел я и ловлюсь на мысли, что даже к морю ты уже особо не ходишься. У меня здесь просто нереально классный вид. Светит солнышко на травке, на зелененькой. Это Анапа, ребята. Это действительно любовь с первого взгляда и на всю жизнь. Вот так вот и хочется, чтобы у каждого из вас вот именно такие места в жизни появлялись и были. Мне все. У меня мой мир появится рядом со мной. Поэтому и воюем и боремся за все то, чтобы здесь сохранять и уничтожать. Вот те самые беседки, о которых я говорил, с мангалами. Здесь летом оборудованные пляжи шезлонгами. Всем, чем только вам там надо. Имеются там и детские площадки разнообразными развлечениями. То есть полностью вся инфраструктура пляжная на этих пляжах присутствует. Так же, как и спасатели, которые вас будут беречь и спасать. Вот, собственно, лежачки, которые там стоят, есть вот здесь. Вот спуска можно пройти дальше. Тут для людей с колясками, для детей с детками будет сложнее. А там спокойно выкатитесь на пляж. Единственное, что здесь постоянно жалуются люди, что нету именно для маломобильных граждан наших подъезда к морю. Потому что камушки, может быть, в этом году администрация сообществ организует уже пандус заезда в море. Будет туда вообще шикарное место. Также хочется отметить, что у нас вот пляжики оборудованы с правой стороны и туда, с левой стороны. Туда дальше у нас идут несколько подъемов. Есть 300 ступеней, 800 ступеней спуски. И там, в основном, дикие пляжи. И мужики иногда загорают галашом. Женщины крайне редко встречаются. Я не знаю, почему. Это такая особенность этих пляжей. А теперь давайте подойдем к морю. То есть здесь сложный вход в море. Использовать надо коралки. Там дальше есть расчищенные заходы. В тех местах, наверное, более лучше будет зайти. Здесь я подошел именно к каменистому берегу. Потому что он такой более красивый для меня. Посмотрите, как шикарно все это выглядит. Люди гуляют. Море наслаждаются. И мы с вами можем тоже получить удовольствие. Водичка просто кристально. За счет того, что здесь каменные пляжи. Наши с синевкой Анапы. Мы можем пока положить градусник. Для замера температуры. И понаслаждаться видами моря. 9,6 температуры воздуха на берегу. А водичку буквально через 3 минутки скажу. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. как он там красиво 10 и 3 дорогие друзья температура водички показывает то есть она выше чем температура воздуха но за счет того что было прохладно ночью на немножечко остыла то есть буквально к концу недели уже будет подыматься температура за счет южного ветра который к нам придет и потом уже опускаться не особо должна южный ветер пригонит теплые свои воды которые будут поддерживать 13 15 у нас воздух и пойдет свои права но по крайней мере такой прогноз от меня и этого очень сильно хочется чтобы уже пришло тепло и весна в общем друзья все координаты которые вам нужны для покупки данной квартиры вы можете увидеть под видео надеюсь вам оно было полезно и интересно и говорится про она по рассказал и про квартиру рассказал денег заработал себе на существование и где что помощь ваша будет сказать востребована надеюсь на ваши репосты и отсылок своим друзьям этих видео сюжеты призывы подписаться и на помощь нашим дорогим солдатам искренне от души с вами был сегодня юрий озаровский показывал всю эту красоту анапского побережья таких шикарных мест дай бог что все сохранялась озеленялась чистилась вот сейчас пришли на пляж мусора нету мусорки стоят просто не верится понимаете друзья это было каким-то нереальным еще несколько лет даже назад сейчас я разговариваю с теми кто занимается нашим бухгалтером и да мы постоянно делали я вспомню сколько мы тонн мусора убирали с пляжа там с всеми нашими дорогими подписчиками из как сейчас чисто и хорошо и просто службу выполняет свою работу за что низкий поклон всем кто к этому причастен искренне от души всем спасибо до встречи в анапе море 10 и 3 возле 36 Ту-ту-ту-ту